И вот тоже интересный деталь. Я еще не мог себе такое позволить. А там был такой склон большой, внизу река. И вот на этом склоне трава такая, громадная такая вот. Вот. И он был одет в такую летнюю, это было летом. И он как-то, знаете, так легко раз и сел в траву. Понимаете? Это то, что американцы себе уже позволяют. Вот просто закател и сел в траву. Они были какие-то светлые такие брюки. И сидел и смотрел на реку. И подошла там девочка-профора. И она взяла его тоже там. И они ушли вместе. Мы вместе туда пошли. Я говорю, какая-то свобода у него была. Он, конечно, уже был человек запах. И я когда выпустил книжку Эмиграммы, у меня там есть Эмиграмма тоже на Бродского, где он еще был жив. И я предвидел, как бы говоря, его римскую. Потому что мне римские стихи необычайно нравятся ему. Я очень люблю Катула. И смотрю это как на продолжение великого Катула в его стихах римского периода. Венецианские стихи его. Вы понимаете, это настолько точное подникновение в эпоху. Но в конце моего такого сумбурного выступления я бы все-таки хотел прочесть маленькое стихотворение, которое касается не венецианского периода, не периода, а ленинградского. Я подчеркиваю, ленинградского, не Санкт-Петербургского. Я не знаю, как говорил сам Иосиф, может, он говорил питерского. Вполне возможно. Но мне хочется почему? Потому что в этом есть гениальность этого человека. И поэт это всегда предчувствие. Поэт это всегда предвидение. Мой голос торопливый и неясный. Тебя встревожит горечью напрасной. И над моей ухмылкой усталой ты склонишься с печалью запоздалой. И, может быть, забыв про все на свете, Виной стране, прости, Вином столетий, Ты имя вдруг мое шепнешь безломно. И я в могиле торопливый с другом. 1960-й год. Поэту 20 лет. И он предвидел полностью свою судьбу. Я рад, что я предвидел Бродского. Я рад, что я живу в это время. И благодарю вас за внимание. Может быть, мы сделаем небольшой перерыв, и вы опять попьете чаю, кофе, кто-нибудь съедите, сладкий стол в кухне. Галочка, уже хорошо уселись, уже лучше... Хорошо уселись. Тогда мы приглашаем Линочку Елешевича. Ну, здесь вот такой факт, что Бродский вообще отрицательно относился к тому, когда его песни исполнялись. Когда его стихи исполнялись в виде песни. Ну, меня оправдывает, наверное, то, что стихотворение, которое я сейчас спою, называется песня. К сожалению, я не знаю, кому это нужно. Стихотворение Бродского, песня 67-го. Спасибо. Спасибо. Песня 67-го. Песня 67-го. Собирались лично простыла печь, Пок рассмотрит на север. Сторожит ручья, скерда ничья, И большак развезло, пусть берет весло, Уронил в отцу, ну пошло на стиле. То ли дождь идет, то ли дева ждет, Запрягай коней, да поедем к ней, В невеликий труд бросить камень в кровь, Подопьем на шелку постели. Почему же молчишь, да так сыч, глядишь, И в зубчат забор, так и новый бур, За которым стоит терем. Запрягай коней, да вези меня, Кто не терем стоит, а сосновый скид, И цветет вокруг монастырский луг. Я пара вниз бы не гумен, Не раздумал пока запрягай гнитка. Всем хорош монастырь, С лица пусты, И отец гумен, Как есть без гумен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Толя Райевна. Вы знаете, я вообще всегда, Может быть, по банальности мышления, Думал, что гражданственность поэзии Это отношения поэта С социальной средой, в которой он живет. И, ну вот, примеры наиболее гражданственных, что ли, Поэтов, если скажем, Маяковский, Это Бунтарь, Который был получен, Порыв революционный, Евтушенко, скажем там, Он такой Соразмеренный гражданственный По отношению к той среде, В которой он живет. Но, думаю, я это только до той поры, Пока не случайно, Вот первый раз прочитал Стихотворение Бродского, Которое он сегодня читал в фильме. Я входил в место дикого зверя леба. Человек, который выжигал, Помните, это стихотворение выжигал, К свою хлебуху, Гвоздем в бараке. Человек из людей, забывших его, Мог составить целый город. Это было для меня совершенно Другое отношение к гражданственности. Я понял, что гражданственность, Это не то, что я думал раньше. Гражданственность, это суть Личности человека. То есть, это его жизненная креда. И, кстати, сегодня в этом фильме Бродский как раз об этом сам говорил. И вот, держа его стихотворение в руках, Которое я только что прочитал, Я даже не думал, не писал, Я просто выкатилась из меня Вот это посвящение в Росту. Ты входил в место дикого зверя в клетку, С высоты ледника озирал полмира. Ты оставил во мне покаяние метку. Вдруг открыл, как фальшиво звучал Лир. Не упреком, что Лире звучать и ночью, Не намеком на слабость или бездарность, Ты меня научил не забыть по-волчьи, И сквозь глину во рту повторять благодарность. Я не в городе, в том, где тебя забыли, Да и можно ли позабыть такое? Ты нам пел, другие лизали и вылили, Не хрипел, не сверел, но хранил святое. Рая Фигер прочтет нам одно из самых последних стихотворений, Написанных в Родске. Ну, мне вообще в этом, так сказать, нам было немножко странно, Потому что я не читала никогда стихи, Но считаю своим долгом. Во-первых, я очень благодарна Галле и Мише за то, Что они устроили такой вечер. И стихотворение, которое я выбрала, Я попробую прочитать, но не судите меня, пожалуйста, строго. Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себя часто суровым вздой. Но скоро, как говорится, я сниму погону И стану просто одной звездой. Я буду мерцать провода лейтенантам неба И прятаться в облако, слыша гром, Не видя, как войско под натиском ширп от леба Бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нет того, что было, Неважно, берут вас кольцо или таблиц. Так школьник, увидев во сне чернила, Готов к умножению лучших иных таблиц. И если за скорость цвета не ждешь спасибо, То общему может небытия броня Ценит попытки ее превращения в сито И за отверстие поблагодарит меня. Ефим Котляр поделится с нами Своими воспоминаниями о Бруцках.